МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот давайте мы сейчас посмотрим на платежку за октябрь. Отопление 2,5 тысячи гривен, горячая вода, 900, свет еще 400. А пресса регулярно бомбила спецвыпуски. Тарифный геноцид. Украина вводит европейские цены на услуги ЖКХ. Результат такой прокачки мозгов на, казалось бы, чужую для России тему можно увидеть под любой статьей или новостью об Украине. По таким безумным счетам пусть платят те, кто, цитата, скакал. Ну че, кастрюлька за коммуналку заплатил? Это сейчас самый железный аргумент на все случаи жизни. Скакали хорошо, получайте сполна. Здесь, конечно, можно долго копаться в мелочах, пинать их за фейки, где громкие шокирующие заголовки делались на основе платежки с многомесячным долгом. В Киевской области семья получила платежку за газ на 17 тысяч гривен. Но на самом деле это не главное. Спорить с тем, что проблема есть, значит, вписываться в секту самых упоротых. О высоких тарифах в Украине говорят прямо независимо от кнопки. Ведь сегодня в Украине начали діяти нові тарифи на комунальні послуги. Сказати, що це просто збільшення, не повертається язык. Вопрос в другом. Почему чужі проблеми так сильно волнують народ за поребриком? Почему в кремлівських новостях сплошь українські платежки? Действительно, киевляне уже начали получать новые платежки по новым тарифам, а мы їх на Украине уже называют шокирующими, космическими. Казалось бы, идет война, а на болевые точки противника всегда давят. Но копнув даже на поверхности, становится понятно, а ведь на самом деле не все так просто. Под истеричное вопли из Останкина. Из серии «Гляньте, гляньте, как загибаются хохлы». Мне накануне дали вот такую брошюру. Здесь подробно рассказываются, даются советы, как выжить в условиях, когда такие высокие тарифы на тепло и электроэнергию. Бояре на местах впаяли россиянам такие тарифы, что так и хочется спросить, а эта страна точно продает, а не покупает газ? А отчего же так подорожало национальное достояние? Подняли на 45%. Это уже ни в какие ворота не лезет. Впрочем, обо всем по порядку. Не надо быть политологом или каким-нибудь другим супер-пупер-экспертом, чтобы понять, когда одна страна сутками напролет рассказывает о проблемах другой страны, это, мягко говоря, нелогично. Что люди сейчас получили? Европейские тарифы и африканские зарплаты. Вот вы можете себе представить, чтобы телевидение в Словакии пару лет подряд рассказывало о платежках в Венгрии? Это же за гранью добра и зла. Но для путинской России нет ничего нелогичного. Многие украинцы говорят о том, что денег им не хватает даже на продукты. А сейчас еще и повышение тарифов, причем такое резкое. Тут хорошо бы вспомнить, что у всех, казалось бы, нелогичных поступков, особенно если речь идет о большом государстве, всегда есть вполне себе конкретные мотивы. И пример с тарифами очень показателен, пока на федеральных каналах сплошь Украина, а ручные кремлевские зайцы показательно закатывают глаза при виде киевских платежек. Тарифы в среднем поднялись от 8 до 10 раз. Вы можете себе вообще представить, что это абсурд. Понимаете, этот город просто абсурд. От Якутска до Карелии проходят стихийные митинги. Мы больше не хотим платить то, на чем наживаются ресурсно-обстабжающие организации. Это несправедливо, это не законно. Все, что мы сейчас вам показываем, снято самими протестующими, ну или в лучшем случае региональными каналами. Ведь для Киселевых, Стрижак, Прохорова и прочей элитной публики проблемы тарифов в России просто не существует. Получили платежку за январь, да, и, честно говоря, в шоке были. Вот 8 тысяч за однокомнатную, это как вообще нормально? На любой возглас из своих регионов в Москве моментально тычут пальцами на соседа. Мол, не вздумайте, холопы, считать и сравнивать. Отнес Семерик в банк и сиди, смотри, сколько там бендеры платят, понял? А тем временем на Украине сегодня подскочили цены на коммунальные услуги. Например, газ подорожал пятикратно, и это уже не первый рост тарифов. Чтобы вы понимали, что происходит на самом деле, мы сравним платежки в России и в Украине. Причем с нашей стороны возьмем киевские тарифы, одни из самых высоких по стране, и сравним их с российской глубинкой, где явно нет московских зарплат, а люди с трудом сводят концы с концами. Кенсию повысили на 100 рублей, а за отопление с нас сдирает на полторы тысячи больше. Это Карелия, один из беднейших регионов России. Люди здесь ежедневно смотрели ужастики о тарифах в Украине, пока в один день не осознали. Самим платить за коммуналку нечем. Где-то недоедаем, где-то не купим ту же самую одежду для детей. Значит, я не покупаю. У меня это ощущается в том, что я не могу даже их оплатить. Поэтому растет каждый месяц долг. Но мы обещали цифры. Тут даже слушать особо не надо. Просто посмотрите на плакат в руках бабушки. Пенсия 9 тысяч рублей, за тепло 7 тысяч. Как жить? Давайте себе представим, что под фразой «за тепло» пенсионерка понимает не только отопление, но и горячую воду. Открываем конвертер валют, чтобы получить гривневый эквивалент платежке в 7 тысяч рублей за тепло. Это почти 3 тысячи 300 гривен. А теперь сравним это с теплом в киевских платежках. В декабре-январе в зависимости от количества комнат сумма колеблется от 700 гривен в однокомнатной до 2000 гривен в трешке. В среднем стандартная двухкомнатная квартира в Киеве 1300-1400 гривен за тепло. Переводим в рубли и получаем около трех тысяч рублей за тепло. Да, друзья, это почти в два с половиной раза дешевле, чем у бабушки в Карелии. Даже если представить, что под фразой «за тепло» старушка подразумевала всю сумму в платежке, это можно сравнить разве что с трехкомнатной квартирой в Киеве. Платежки в однокомнатных и двухкомнатных квартирах не просто дешевле, а существенно дешевле. Тут, конечно, сразу начнутся визги, мол, вы все врете, а вдруг бабуля в огромных хоромах живет? Ну вот послушайте тогда, что говорят ее боевые подруги. Видать, тоже обладательница огромных коттеджей. Пенсионерка Галина Юрченко вместо прежних двух тысяч теперь платит за тепло более четырех. Четыре тысячи рублей за тепло – это почти 1900 гривен. Причем в платежке видно, что бабушка льготник и, очевидно, платит меньше остальных. Чего не скажешь об учителе в местной школе, женщина прямо признается, ей просто нечем платить. Учитель корейского языка в местной школе Алина Майкас похвастаться большой зарплатой педагога не может. Зато сумма за тепло в квитанции теперь внушительная – более десяти тысяч рублей. Я не могу даже их оплатить, поэтому растет каждый месяц долг. Хочешь, не хочешь, а десятку в месяц выложи. Сумма за тепло в квитанции теперь внушительная – более десяти тысяч рублей. Еще раз! Десять тысяч рублей за коммуналку – это больше, чем четыре с половиной тысячи гривен. И это не Москва, а глубинка, где зарплаты порой даже меньше, чем цифра в платежке. Если вы думаете, что Карелия – это какой-то особый регион, где власть тайно от Путина захватили бендеровцы и впаяли людям космические тарифы, то расслабьтесь. Вот, примерно то же самое везде. Город Курган. Платежка за январь – восемь тысяч шестьсот шестьдесят три рубля. Курган. Четыре тысячи за отопление и еще полторушка за горячую воду. То есть пять тысяч пятьсот рублей. Больше двух с половиной тысяч гривен. И это еще не вся платежка. Киев, конечно, не настолько богат, как могучий процветающий Курган, где история ровно такая же, как и с Карелией. Люди смотрят телевизор и смеются над хохлами. И чем громче они смеются над чужими проблемами, тем сильнее царь нагибает их самих. Такого добра мы можем подготовить по каждому региону. Люди прямо говорят, тарифы растут, как на дрожжах. Всего за месяц цифры в графе отопления выросли в два раза. Где объяснение этого бандитского, я по-другому не назову, грабежа, инвалида, участника войны. Мы платим почти четыре тысячи за отопление, которого нету, еле-еле. И еще плюс за электричество, сколько я буду платить. И ладно бы тепло в квартирах было, но по факту четыре косаря за отопление в топку, а пол холодный. На пол зимой встать невозможно. Это был голубой ногами, потому что просто очень холодный. Вот 13,5 градусов. Это самая теплая комната. Что получаем в итоге? В России, где любят устраивать целое шоу по тарифам в Украине, люди зачастую платят за коммуналку еще больше. Просто послушайте, сравните с ценами в своих платежках и сделайте выводы. В сумме стоит платежка к оплате 9 374 рубля 14 копеек за трехкомнатную квартиру. В общем, квартира около 40 метров, около 8 тысяч. Сумма за тепло в квитанции теперь внушительная. Более 10 тысяч рублей. И, конечно, самое главное. Все ведь помнят, что Украина покупает газ за валюту, а для простых россиян это национальное достояние. Это их газ. Не Путина, не Медведева, а их. Ребята, мы не ослышались? 4 тысячи за тепло или 7 тысяч, как в Карелии? А расскажите, каково оно, платить космические деньги за свое же и при этом смеяться над другими? По таким безумным счетам пусть платят те, кто, цитата, скакал. И расскажите после этого, что по телевизору случайно сутками напролет вместо своих проблем рассказывают об Украине. Главная проблема сейчас, которая стоит перед украинцами, как платить за те коммунальные тарифы, которые, в общем-то, государство требует. Ведь если честно показать вот такой плакатик и посчитать, хватит ли бабушке 2 тысяч рублей, дальше раскатывать страшилки о хохлах не получится. Эксперты говорят, то ли еще будет. И если однажды в богатой нефтью, газом, никелем, алмазами, да просто богатейшей России кто-то начнет думать о самих русских, то о смеющихся искандерах, гибридных войнах и платежках в Киеве все резко забудут. Но пока простые люди богатеют только из экрана телевизора. Слыхала, Машка? Опять у хохлов повышение! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!